ребят всех кто хочет помочь каналу в описании под видео есть номер карты всем спасибо всем добрый вечер или добрый день сегодня у нас бурбончик давно у нас не было бурбонов и сегодня у нас просто монстрелла но я надеюсь по крайней мере как обычно на это так как в принципе цена его не слабая давайте сразу откроем тут открывашка конечно не очень цена его не слабая и бурбончик я так понимаю очень-очень должен быть неплох ну начнем с того что ну вот из таких премиум бурбонов скажем так не масс-маркетов ских вот он меня всегда прельщал и вудфорд по моему есть еще бурбон он тоже нам подешевле кстати говоря если я не ошибаюсь и вот все никак не могу взянуть понятно есть еще другие кноп крик по моему как-то так называется который тоже я очень хотел взять но сейчас на него нету скидок и остальные но вот именно эти я вот хотел попробовать и да и вот наконец-то дошли руки взял я его даже не помню ли перед новым годом или уже опосля скажем так это у нас бурбон 1792 давайте по простому 1792 small batch делает его дистиллирия barton по моему если я не ошибаюсь которая была открыта не в 1792 как все вы могли подумать а в 1800 там каком-то году чуть ли не одна из самых старых дистиллирий сша а вот чем интересен бурбон ну кстати бутылка у нас по моему 07 если я не ошибаюсь а нет 750 вот наконец-то у нас стандарт такой нормальный американский скажем так что у нас тут small batch бурбон во многих источниках пишется что это восьмилетний бурбон то есть 8 лет выдержки у него идет но как бы на официальном сайте я никакой информации не нашел на официальном сайте у них порядка восьми таких бурбонов они все абсолютно одинаковые разница только названиях и в количестве алкоголя есть small batch есть есть 12-летний так называется твой твой вес есть до выдержка даже по моему в бочках из-под порта портвейна ну еще несколько вариантов чем славится тем что тут большое содержание ржи вот и хотя у них есть релиз который так называется как-то там рай мора или что-то такое ну в общем типа больше ржи ну что-то в этом роде у нас в украине по крайней мере магазинах я не видел других релизов кроме вот этого этот как бы распространенный других я не видел хотя может не обращал внимание потому что абсолютно одинаковая бутылка ну такое бутылка кстати симпатичная но вот как я уже говорил неоднократно меня смущают всегда вот эти вот пробки ну просто у меня сразу ассоциации с нашим коньяком шабо или что в этом роде дешманская пробка честно говоря ну как бы пробка сама пробковое дерево цельный кусок добротный толстый ну вот вот этот пластик блин позолоченный как-то не вселяет доверия ничего тут нет никаких опознавательных знаков просто просто крышка ну и вот такой вот горлышко кстати горлышко частенько в бурбонах именно в бурбонах почему-то встречаются вот такие вот расплеснутые горлышки с которых расплескивается частенько напиток который наливаем бурбон имеет у нас на секундочку 46.85 процентов алкоголя то бишь на американский манер скобка 93 и 7 пруфов ну как бы забористый будет по-любому информации по поводу этого бурбона я не нашел но такой объемный до обширно никакой на момент августа можно сказать уже сентября 2021 года обзоров русскоязычных я тоже не нашел ю тубе как ни странно хотя думал будут по-любому американских но смысле англоязычных там немецких я не знаю их очень много действительно много но вот русскоязычных почему-то я не нашел может быть буду первым давайте смотреть восемь лет да ну вполне возможно почему нет цена забыл за цену сказать короче на данный момент я посмотрел блин практически все магазины доступные в интернете его нигде нет в наличии нигде нет этого бурбона то есть актуальную цену я вам прям не скажу но была там старая цена ты короче на доллары перевожу до 60 долларов где-то так даже мельком увидел какой-то российский сайт там была цена 4 по моему с половиной тысячи рублей но это тоже вроде как 60 долларов хотя некорректно привел я перевел рублей в гривны с гривен потом перевел в рубли в доллары в общем около 60 долларов что довольно довольно не дешево не дешево очень даже не дешево чуть ли не наверное самый один из самых дорогих бурбонов которые напил и делала них обзоры так что я не знаю даже чем сравнивать ну наверно скоро падкой будем сравнивать моей любимой до сих пор эрбрит это просто шедевр хотя там побольше было процентов алкоголя но тем не менее с дэниел крэйгом тоже будем сравнивать там кстати один в по моему было там 94 было пруфа то есть приблизительно то же самое но он вроде как 12-летний похвалили ну хотя тоже навряд вот что-то в этом роде то есть такой премиальный бурбон я так понимаю сейчас будем разбираться цвет цвет светлый кстати говоря как для бурбона ну не знаю с чем сравнить вот я не знаю там джек дэниелс тот же намного темней в общем светлый цвет такой золото с красным кстати оттенком вот это вот я сейчас только заметил на краях такой красноватый интересный красивый оттенок редко такое замечаю может быть отсвечивает стол не знаю но лично мне так кажется тело ну скажу так ножки скатываются довольно активно то есть маслянистый но что-то они прям быстро быстро скатились хотя вот остальные остались непонятно некоторые прям быстро скатываются некоторые вот пленочкой задерживается и не хочет идти никуда интересно ну давайте носировать напиток чудесный ой да бурбон блин а действительно ведь у нас давно очень не было бурбонов надо исправлять эту ошибку сто процентов у меня как-то периодами бывает много виски как-то делаю обзоры на купая много там не знаю бурбона вот было тоже идет у меня хотя не вру был были у нас бурбоны но просто этот какой-то вот видимо аромат не сопоставим с теми бомба очень-очень мягенький несмотря на количество алкоголя мой вообще в нос не бьет бомба слова паразит в общем сладкий очень сладкий хотя забегая вперед вроде бы говорят что благодаря тому что тут большое количество содержания ржи не уточняют какое но тем не менее он должен быть суховатый то есть во вкусе вполне возможно мы не почувствуем этой сладости хотя я люблю когда вот такой не перенасыщенная сладость но довольно явно и в аромате же просто парфюмная сладость медовость ванильность и сильно карамель носит я где-то прочитал то ли на каком-то сайте в общем в нотациях какие ноты будут в аромате карамель до карамель прямо явно выпирает и сладкая какая приятная дорогая что лизать не дешевая хотя как это можно быть может быть почувствовать но тем не менее очень очень приятно какой-то легкий ну не дым мог опять же вот дымок тире табачок что-то вот в эту сторону о бомба просто лакокрасочная тема ну да чуть-чуть есть она просматривается но она такая благородная прямо чувствуется качество этого напитка очень приятно очень приятно не сладость прям а слюда начала выделяться черт побери давайте попробуем забористый но тут я был готов к этому это отсылочка не знаю предыдущему видео или последующему у меня был обзор виски глинелгин 43 процента алкоголя ну и там я конечно не ожидал такой количестве и спиртозности тут же тут же я ожидал 47 можно сказать грубо говоря до 46 85 процента алкоголя 47 я этого ожидал принципе и я бы не сказал даже что прям так так сильно к так крепко нет вполне себе причем это происходит в середине в середине вкуса на то есть вы делаете глоток поначалу вообще ничего не ощущаете приятная такая теплота сладость потом начинается уже выявляться вот это вот количество процентов алкоголя и она в принципе сходит на нет быстренько и продолжается приятный вкус и послевкусие давайте еще раз вкусим сладкий кстати все таки он сладкий я бы не сказал что он сухой может быть если я речь шла о вот этом вот другом релизе который имеет более большое к содержае количество содержанием на ржи но этот сладкий прям ликер если бы даже сказал вкусный очень приятный но на кого же он похож все таки ну на индюшку на индюшку похож но все таки не на rare breed на нее не похож точнее похож по сладости да но по по мощности скажем так все таки индюшка пока по крайней мере мне кажется впереди планеты вся как то что я то что я из тех что я пробовал наверно дэниел крейх дэниел крейх вкус похож вкус имеет легкие нюансы табачка вкус имеет насыщенную составляющую дубильную составляющую то есть бочку причем этой во вкусе и в послевкусе сладкую такую бочку я бы даже сказал интересно обожженность вот это ощущается ну и конечно же опять же как в аромате карамель мед ваниль вся вот это вот стопроцентная бурбонная тема очень приятно и блин не ощущаю я уже после 3 лотка этих этих процентов алкоголя класс очень классно смотрите какие ножки не за будет видно или нет прям такие очень красиво очень красиво классный бурбончик ребят советую сто процентов но цена вот цена это большой вопрос и он же большой минус этого бурбона потому что если если действительно стоит 60 долларов хотя повторюсь наличие сейчас его по магазинам я не видел и поэтому актуальную цену не схожу точно но я ее покупал естественно дешевле была очень хорошая какая-то скидка вот только не помню сильно перед но модом я брал ее для обзора своего мара либо же после но как бы то ни было 60 долларов это конечно деньги если речь идет о конкурентах опять же те же повод дэниэл крэй дешевле уже стоит он там я не помню ну нормально дешевле существенно рбит на нее постоянно скидки частенько бывает она тоже дешевле стоит поэтому тут даже я не скажу я даже не скажу все таки наверное будем объективными да и скажем так что если будет скидка то бурбончик просто космос просто космос очень хороший очень качественный очень вкусный забористый причем да вот берете бутылку казалось бы 07 да ну и цена такая даже если вот 60 долларов а вы же не забывайте тут то 47 процентов это уже как полторы бутылки 40 40 процентного бурбона поэтому скажем так ну я бы все таки наверное воздержался от покупки за полную стоимость ну а если бы была скидочка ну я не помню какая у меня была скидка может быть и 30 процентов то берите не пожалеете любители бурбона классный очень очень качественный очень качественный напиток очень вкусный такой десертный забористый по-своему то есть он он не резкий но но душу согреет скажем так очень приятный да классный вкусный приятный но дороговатый как то так ребят спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайки всем до встречи удачи чат